Когда с панической атакой сталкивалась, было дело. Как там Ромашовы? Вернулись, загорелые, красивые, отдыхают сейчас. Так, Адель с Брянской, да. Адель сейчас собирался поехать к ребенку, к сыну. Видимо, проблемы какие-то там именно с перелетом. Лазарь могла поддержать. Нет вопроса или ответа? Гобозов уже ухаживает за другой? Нет, нет, он не ухаживает за другой. Он хочет вернуть Машу. Гобозов поехал к Маше, да. Знаете, имеем, не храним, потерявшим, плачем. Пока такая история. Не знаю, поспите когда-нибудь там, привет. Да, вот не знаю, вроде бы спим. Но подъем у нас 12, поэтому мы можем позволить себе тут отдыхать до... Ну, не спать до поздна, в принципе. Вот. Так что вот так вот. Задавайте вопросики, либо я вам расскажу что-нибудь сейчас. У нас супер жаркие длинки в Москве сейчас. Вот мы что и делаем только. Мы валяемся, в бассейнах плаваем. А ты лицом крутила, типа нет, не ухаживай. Лазарев это, типа... Я не понимаю, кто не ухаживает. Лазарев, он мой друг, приятель. Красотка такая, спасибо большое, загорелая. Сегодня у какого было голосования? Сегодня было мужское голосование, потому что мальчиков больше, чем девочек. Как парень ухаживает? Парень ухаживает, который тут сейчас со мной. Привет, а, почему Маша ушла? Ну, она поняла, что не ее. Она хочет заниматься только музыкой без отношений. Как боролась паническая атака? Дышала, пила водичку успокоительной. Я не знаю, я просто как паническая атака дышать не могла, знаете. Вот это как-то внезапно происходило. Все, лицо не мело, руки не мели. У меня вот такое положение, знаете, вот. Вот просто не имели руки, они вот как оцепенение какое-то. Это очень страшная тема. Счастья себе, спасибо большое. Крис, когда уезжает в Италию? Ну, Крис должна в Италию уехать, на самом деле. Я не знаю там неделю, как по старым эфирам. Как она говорила раньше. Фиг знает, что там происходит. Привет, Сусланцев, привет. Ты не в курсе, у Кадони есть девушка? У Кадони девушки точно нет. Что-то с Мартини и Надюх плохо все. Тут Мартини другой девушкой. Надюха ушла вроде. Как тебе, Саша Гобозов? Очень достойный мужчина. Очень достойный. Очень достойный, но это не мой мужчина. Вот. Ему нужна... У него очень тяжелая судьба. И он, знаете, вот один из самых достойнейших парней, которые тут есть. Он вот искренний, искренний мужчина. Какие любимые духи? Ну, я сейчас Open Black пользуюсь. Эфселоран. У тебя сама подошла паническая. Да я не знаю, она бывает в каких-то моментах. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, нервы, может, еще что-то. Может быть, именно... Ну, я пустырничком. Я постоянно пустырничек пью. Даже на ночь дверь закидываюсь. И сны хорошие снятся. Просыпаешься, как будто ты такой... Здесь летающий, прекрасный. Странно. Надя говорила, у него налаженная жизнь. Типа, ну да. Если ты про Кадони, то, наверное, да. А что, не нравится? Нет. Это фигня Анита. Да. Привет. Фигня. Так, привет. Ты очень красивый. Скажи Саше, как бы, что они мне нравятся. Меня зовут Наташа Каченко. Я из Логики Востока. И чтобы он не написал директ. Да, скажу. Может, тебе Саньку, Сашу рассмотреть? Нет, не могу рассмотреть. Я пингвинова приезжала сегодня. Да, приезжала. Взря-то, вчера про Машу все грязные вещи сказала. В эфире у себя Литая. Это не красится, как говорится. Я ничего грязного про нее не говорила. Я говорю, как считаю, что человек со мной не делится. Я не могу считать ее подругой. Потому что человек со мной не разговаривает и не делится ни с чем. Ну, как бы, просто то, что мы с ней общаемся близко. Ну, общались близко, там, как-то что-то. А потом я ее не поддержала, потому что, как бы, я ей вообще не в курсе, что у нее там происходит. Если бы мы как-то и общались бы. Это не грязная вещь, дорогие мои. Что за дети у вас на проекте? У нас детей нет. Или ты про малолеток. Только ты не уходи. Вообще смотреть не на кого будет. Я не уйду. У меня все хорошо, замечательно. Я уже к этому месту привыкла. И я считаю, что это достойно твоего проекта. И этот проект достойно меня. Мартинчик с пингвиной сейчас. Но в данную минуту нет, наверное. Ты станешь звездой дома. Спасибо большое. Да, я уже, знаете, вот эта звезда, не звезда. Это же вообще все равно. Ты живешь тут обычной жизнью. Общаешься как со своей семьей. Потому что уже все родные такие. Строишь отношения. Дружеские тоже отношения. Это очень круто. Это как будто дома. Очень здорово. По не то, не Маша сама виновата, что они это говорят. Да я ничего такого не говорю даже. Передавай при своей мощной подруге. Хорошего настроения тебе. Хорошо передам. Может, лучше тебе попробовать с Гапотом. Вы бы были отличной парой. Почему Маша ушла? Ну, это ее надо спросить. Она, видимо, не искренне относилась к Саше, как все видели. Вот так оказалось. Ты видишь, я тоже говорил, что у каждого нет девушек. Только пауки и насекомые. Возможно. И Пет, какой у тебя рост и цвет глаз? У меня бирюзовый цвет глаз. Рост 1,65 м. Вот. Спроси у Адеева, будет ли эфир у него сегодня. Не знаю. Не вижу его. Но когда увижу, спрошу. Затем сейчас Саша Габота с Машей. Ой, поехал к ней. Заприметру. С новеньким строишь отношения. Ну, да. Да. С новеньким. Почему Маша ушла? Покажи, пожалуйста, где-то сейчас. Вот такая вот история. Саша и Маша – самая яркая пара. Да, они были хорошие. Надеюсь, что у них все сложится, потому что Сашка прям очень сильно не растворился. Женя и Крис вместе. А куда же им деться? Конечно, вместе. Ты откуда? Я из Санкт-Петербурга. Как долго ты планируешь быть на проекте? Как можно дольше? Или как мне покажет моя душа? Душа, судьба. Как состояние, знаете, вот. По состоянию все. Может, у меня будет несчастная любовь. Может быть, у меня будут перспективы за проектом. Кто знает. Адеев улетел? Нет, Адеев не улетел. Проблема с приездом. Сейчас пандемия. Она никуда не уйдет. Я написала сообщение, даже не прочла. Извините, быстро идет строка. Поэтому не очень понимаю. Я не про Толили. Я тоже сказала, что у нее парень спонсор за периметр. А про ее, якобы парень за периметр и так далее, рождаются слухи плохие. Так и рождаются слухи. Я сказала, что, возможно, у нее кто-то за периметром. Как говорит коллектив. То, что сегодня обсуждали на лобном. Я свечку не держала, я не знаю. Привет, ты такая красивая, ты мой яркий парень. Лучше, чем жемчугу в лазере. Согласна. Или ты отвечаешь в директ? Как можно? Вы понимаете, очень много ваших сообщений. Если... Ну, я так их пролистываю. И я стараюсь отвечать, честно. Но телефон слишком мало в руках бывает. Можно честно? Можно. Привет, привет. Вас в женский общий душ и туалет. У нас... Про туалеты. Блин, господи. У нас туалет вот женская, а вот туалет. Там мужская, там у них туалет душевая. Вот. Ой. Так. У вас сейчас тихо. А я тебя смотрю, и кухня у вас очень сильная. Сейчас просто уже мальчишки играют на футболе. Сколько тебе лет? Еще у тебя глаза красивые синили. И виничность классная фигура. Сейчас, спасибо. Что не подка, а твоя девушка. Спасибо, девушки. Это более приятно слушать. Каким образом близки не делаешь? Я на самом деле не знаю. Это едина, наверное. А Сэм? Сэм кто-нибудь есть? Ну, девушка к Сэму пришла. Но она им не очень нравится. Привет. Маша сказала, что ушла из... Из-за того, что... Маша сказала, что из-за того, что на нее постоянно подали девочки женские. Но это уже потом было. Женя и Крис очень классная пара. Согласна. Не жалеешь, что Серега ушел? Ну, как и жалеть? Ну, жалею. Он хороший парень. Просто он не для проекта. Он искренний, тихий. Но я считаю, что он такой изюминный был. Знаешь, дело. Такой интересный, смешной, забавно, прикольный. Сколько тебе лет? 27. Желаю тебе, чтобы к тебе пришел достойный мужчина и вместе показать красивые истории и ушли вместе. Было бы круто. Только Маша этого не ценила, что дело с Сашей. Не знаю, как она ценила, но факт остается фактом. Я бы от своего любимого мужчины в жизни куда-то не ушла. Как бы там кто-то не нападал на меня с женской спальни, не женской. Просто твой любимый мужчина, ты даже во всем поддерживаешь. Тем более, Саша, такой человек, который будет отставить свою девушку настолько сильно. Он будет топить за нее, он будет защищать ее во всем. А то, что вот как бы творится, ну, я там вообще немножко круто. Вы мне все говорите, присмотреть Габозову. Как я могу присмотреть Габозову? Я с ним общаюсь. Ты одна из всех участков, которые мне выкопутчивают. Спасибо большое. Молодец, что опрогинула жемчуг. Ты считай себя молдаванкой или узбеком-молдаванкой? Как пообщаться с Кадони? Написать его в директ, как пообщаться с Кадони. За сколько у вас свет выключается в спальню? Ну, когда мы ложимся спать, мы просим, чтобы нам выключились липы свет. Ну, точно не по кнопочкам. А просто офигенно. Вот можно встретиться с проектом? Нет, наверное, я так не хочу. Почему Сайну-Сану не приведет девушку, как это сделали? Потому что мне нравятся такие девушки, которые ни за что на проект не придут. И мало времени за проектом, чтобы проводить с ним время. Чтобы его зацепило, чтобы загорелся огонь. Это важно. Точно не ушел, новенький участник. Вам там не кажется, что Лисковец пригибает? По фирме ведет себя, как по хам на зоне. Ничего не скажешь. Разве нельзя нормально общаться с людьми? Не орать или не вестись по кругу? Ну, Крис такая. Сколько весишь? Сколько я весу? Сколько я весу? Достаточно. Не знаю, 58, может быть. 59. Лазарев, жаль. Ой, господи. Лазарев жаль, что не мартенчик. Да, нам пытались его огнить. Скорее, как мужик. Ходит и говорит. Ребятушки, я что-то тут спать захотела. Может быть, я посплю. Эфир сохраню. Может, завтра еще пообщаемся с вами, хорошо? На самом деле, очень приятно, что вы мне пишете. Поддерживайте меня. Жалко, что я очень мало с вами общаюсь. Все, ребят, я люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Все. О�ルëlере.